всем привет с вами вандалей и когда вышла первая версия stalker тин чернобыля в ней можно было управлять временем нажимая на плюс и минус на нумпаде правой части клавиатуры оказывается похожая недовырезанная команда разработчиков имеется и в метро исход но продолжение традиции вещь важная для того чтобы ускорить или замедлить игру нам потребуется фоторежим активируем его через главное меню и применяем следующее сочетание клавиш alt и плюс чтобы ускорить игру alt и минус чтобы замедлить вуаля вы управляете временем в метро исход зависимости от того сколько раз удерживая alt вы нажмете плюс или минус на нумпаде зависит то насколько вы ускорите или замедлите время если достаточно сильно разогнать игру то вы еще и сможете проходить сквозь некоторые препятствия просто активно прем на них долбя пробел и выходим за пределы игровой зоны как же был найден этот прикол а выложил его товарищ с ником корвекс и как видите на его видосе просмотров нет от слова совсем этот ролик нашел андрей урядников ведущий канал посвященный играм серии метро он снял свой ролик про этот прикол и рассказал о нем мне а я рассказываю вам ссылки на оригинальные ролики есть в описании без них мы бы об этом приколе не узнали так что давайте поддержим их просмотрами и что же там с багом помимо того что с ним вы можете повеселиться слушая запитченную речь это фичи еще и просто сниспослана с неба для всех угорающих по спидранам мне теперь по правде сказать и самому интересно за сколько можно пройти метро используя сей полубак а еще проходя сквозь стенки и пропуская катсцены это интересно пригодится эта вещица и обычным игрокам которые например хотят поскорее пересечь волгу или каспий из одного конца в другой с помощью этого прикола можно еще и мотать начальные катсцены глав для этого вызываем меню как только скипнем экран загрузки тогда фоторежим будет доступен и удерживаем alt и долбим плюс причем имейте ввиду что в самой катсцены уже нет там фоторежим не работает так что использовать прикол надо на фоне черного экрана когда глава вот-вот запустится ну и как я уже сказал теперь вы можете проходить сквозь некоторые стены не то чтобы в исходе имеются проблемы с выходом за карту но как видите способов сделать это становится все больше с каждым днем на каспий это фича помогла мне попасть вместо откуда приезжает наш поезд правда ничего интересного здесь не обнаружилось только обрыв уровня другое дело ямонтау если направиться в то место откуда мы приехали то мы найдем наш экипаж полном составе и такая палитра за пределами уровня персонажи стоят и ждут когда с ними что им сделают разрабы да и вообще вокруг бункера ямонтау очень живописные виды по которым теперь мы можем прогуляться но до тех пор пока у вас не кончатся фильтры собственно оставляя вас наедине с футажами которые я при помощи данного прикола понаснимал посмотрите на запределье локаций и запуск скрипта с буханкой без водителя в новосибе а я убегаю надеюсь ролик был вам полезен и если вы найдете что-то свое интересное с помощью этой фичи то можете писать комментарии а с вами был ванделей увидимся в новых роликах эго 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 блог Продолжение следует... 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 Продолжение следует...